вы думаете что она показывает везде белым-бело да это лагуна это лагуна сегодня дочь для лагуна наша да посмотрим сегодня какая она приветливая к нам будет отправляемся мы с вами на один из островов здравствуйте дорогие друзья мои уважаемые жители рады всех вас приветствовать на нашем с вами канале на моем авторском канале петух на лайф марка пола вот там далеко и все острова из которых начиналось когда-то венеция тоже там дали их совсем сегодня не но прокатимся посмотрим на катере одевайтесь тепло и поехали вот начала вам рассказывать захотела рассказать вот остров который мы проезжаем по левую сторону когда вы будете ехать венецию самый близкий остров сюда такой маленький островок там одни деревья да я скажу просто историю когда закрыли венеция официально публичные дома они до недавнего времени здесь были официально это была работа и работали и здесь очень много женщин которые этим занимаются или итальянца переспать они тут все на кучу спят и для них это норма все равно что добрый день сказать вы говорят что даже больше женщины гуляют чем мужчины потому что мужчины все-таки боятся потерять жену права все за женой и они даже много не закрывают глаза на то что его жена или любовника но я не о том и о том что там одно время был остров где ну как бы уже если когда закрыли уже официально публичные дома то там мы сделали такие палатки и туда приплывали мужчины в поисках этих предвещений ну привычка понимаете а сейчас официально неофициально но все равно все знают где кто принимает какая женщина и по адресу и ходят все по очереди вот такие немножко извращенцы эти венецианцы так смотрите не надо хватка кунта дуэ да не надо на мурана этих конечно и 5 пункта дуэ и 4 пункта дуэ но мне надо 4 пункта дуэ потому что я хочу на фундаменты новых а там оттуда на мурана вот у меня билет это действует час сорок я проехала на автобусе 40 минут ой 25 минуточек 20-25 от моего дома автобус номер два и сейчас захожу вот на мурана если ехать это вам показываю если кто-то захочется вам поездить на мурана ну смотрите погода конечно они такую конечно погоду там нечего делать в это время в эту погоду но просто что маура едет и я уже зайду во внутрь и постараюсь сам поснимать вот вот потому я еду не хотела даже вот выходить из дому сама себя за шкурку вытянула кое корыто едет на мурана номер один и номер два это большие вот поэтому перед нами мы едем вот на по островам ездит такое маленькое рабочие людей перевозят это просто жители я тоже заходила там перед пропечатала там где для жителей венеции потому что я отношусь к жителям венеции маэстро это житель венеции да и вот проходимся но вы понимаете погода нелетная так что благодарите бога кто приезжает попадает на прекрасную погоду то принципе то о чем я вам говорю всегда что приезжайте в такое время года когда еще весна и жарко это апрель-май и сентябре-октябре прекрасное время для прогулок по венеции потому что летом очень жарко зимой вот такая вот погода все под зонтами и все думают наверное божия она зон забыла дома и ходит мог не твение за высленно его нельзя зонты кстати у нас всех стоят возле квартиры так вот в коридоре и возле каждой квартире вместо для зонтов и кто их никогда не ворует вот это есть вот это да это правда лампочки везде плещены но солнышко у нас и не выглядывало в основном это каждый день у нас такое время погода такая а я думаю как люди шли когда-то интересно как они отапливали не зря тут везде муфа все на воде муфа везде муфа это грибок стены черные надо быть очень осторожным когда покупаешь квартиру в этой зоне вместо тоже все в грибке живут практически кому не захожу сделал всех проблема такая есть у меня слава богу я смотрела на это очень внимательно к этому выбору потому что это уже шестая квартира я уже знаю на что смотреть на какие преимущества при покупке квартиры вот это арочка вы заходите попадаете в район вот страду но вы проехали так сюда вот в арочку канареджа еврейский район попадаем сразу же я вам рассказывала канареджа а евреи всех не буду повторять потому что сейчас хочу показать венецию зимой во время дождя неудобно вот так вот вот так вот и не санцы передвигаются все с этими сумочками на колеса кстати три колеса говорят очень много по ступенькам вот смотрите все вот там люди сидят томас на кто как я не знаю как жить венец и жить венец и тяжело для меня это вот дедулечка старенький смотрите пошел тоже с такой таким возиком это скакать по этих папорета сюда я зашла он останавливается потом еще возле госпиталя венецианского и я сюда зашла и запах такого госпиталя уже прям слышно здесь вот а люстры такие старые дома нам все-таки люстры внутри вот эти классические мурхановские люстры да она уникальна эта венеция честно говоря есть что посмотреть и чему удивляться скажем так вот узкие здесь каналы ведь те узкие каналы это все у нас канареджа канареджа еврейская зона сейчас там живут это описано фундаментами канареджа сейчас там живут не только евреи но много евреев все-таки видно их они одеты по-другому и там все и парчики барчики и да мост называется три арки и уже мы проезжаем этот мост будет остановка и потом выезжаем в открытую тоже лагуну но дождь не собирается останавливаться вижу нет честно русском ты что не взяла зонт друзья хочу вам показать выплываем ведь этот мост дали мост поезд поехал до трамвай там видит автобус не знаю насколько вам видно может быть будете смотреть по телевизору но будет вам хорошо видно все выплываем вот эту открытую лагуну и вот впереди тоже у нас этот вот этот остров на котором был нелегальный личный дом или кипитки палатки не знаю холодно очень холодно в открытой лагуне мне наверное надо спрятаться а не стоять болтать я вам просто сейчас показываю дорогу до мурана а уже в мурана на фабрики когда буду то есть ему наверное отдельные видео мы будем проезжать а я буду показывать наверно что мы будем проезжать еще проезжать проплывать прокатимся вот это вы знаете что дороги стоят вот эти столбы это дороги для в аппарате для частных барах на разные дороги по направлениям и до разного транспорта там дали дали далеко далеко у нас мурана 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 мурчелла мы будем проезжать ищите ментера ментера это вот еще ну вот тут самая такая тоже непрестижная зона проживания вот именно здесь в этом месте где вы видите это зона канареджа но есть канареджа ближе к центру где живет маура и вот эстрады новой то это считает престижные зоны для проживания а это как популярны для таких основного фита там все и дешевые дома дешевые квартиры а вот это летит скорая помощь вот это скорая а вот дали уже вот этот просто ментера дебросский захоронен да и я не люблю ходить это если хотите знать большие истории переходите алексея всего на канал он расскажет этот бывший священник который сейчас работает гидом по венеции у меня очень интересные экскурсии если кто-то интересная история я пью капучу и снимаю 4.1 а мы приехали 4.2 только два ботела ботела этого пары это 4.1 и 4.2 еще на метро вроде походится да ну вот именно на это место сейчас мы будем идти вот сюда и тут сразу поворотики за поворотом и начинается улица с магазинами ну мы по фабрикам конечно но сначала я зайду гостиницу мы сейчас баре гостиницы и ресторане а я зайду туда во дворик какого-то лета я там была красиво было зайду на ресепшн спрошу цены выхожу 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 и бегу бегу аурбики за мной стихо учешу зонтом я вот это тоже мурана мурана венеция вот это и она вечером светится с подсветочкой вот эти водоросли такие мне так и не нравится и летом очень красивая джердина джердина это территория где вот парк с но скверик травушка муравушка конечно искусственная подушечки везде лежат сейчас конечно никаких подушек от меня на instagram фотография я сижу в этом кресле да и красивые пуф и подушки сейчас конечно же дождь но мы заходим вовнутрь че идут вы знаете не всегда все интересно сейчас мы зайдем и спросим бон джорно кб так сквозе и красиво и пахнет очень приятно пахнет я спросила сколько здесь стоят номера прилично стоит это не дешевая гостиница мне интересно сколько 31 декабря чтобы переночевать здесь если у кого-то будет желание это 370 евро на двоих но мне нравится это хорошо новые новая гостиница новый ремонт мне нравится когда новое все сделано как-то ну я понимаю антиквариат все нормально но когда под антиквариат вот как у меня дома стиль эклептика да но все свежие все новые они старые вещи нравится и вот такая вот люстра над большим столом через и вот это тоже вот люстры в мурановский смотрите такая вот идея включена немного так полумрад потому что сверху гирлянда я агроция так гостиница смотрится с улицы видите какие окна вот так она смотрится этих спит и вот это вот эти вот как я вам говорил с подсветкой вот такие вот тоже можно заказывать на столу вы хотите там где интерьерного решения вот эти водоросли очень красиво смотрится можно заказывать как хочешь отдельно каждую штучку вот это уже серьезные работы там внутри на велосипеде смотрите голову на велосипеде так надо зайти сейчас будем идти обратно пэши большие пэши это рыба жирафка какая классная посмотреть но вот этот маэстро умер 2017 году и вот я хотела вам заснять большого коня которого он сделал и велосипед и не разрешают и эти тоже вещи продаются на нас его наследниками обговаривать цену договариваться за цену надо с наследниками понимаете так что только посмотреть это знаете где они стоят его роба я стоит сан-марко возле часов уролоджио вичина уролоджио в власти него сарабо Спасибо. на этом дорогие друзья мы будем заканчивать наш видео обзор легкая внутри да вот такие посещенки так хочу камеру развернуть и показать вам нельзя и она никак не отворачивается эта девочка которая работает но я уже наглеть тоже не буду артишок артишок по-венециански таки будет харчофи харчофи артишок они понимают потому что они там уже говорят много слов у нас похоже я уже говорила это санифика квеста знаете вот я смогли то как я знаю что к пока есть бюджолы джона да пока будет люди цивилизация наше жить вот как я это знаю и тут вот на руке земной шар все наших руках и в чем я думаю может это это значит и не то что я думаю вы как думаете просто не то о чем я говорю спасибо таки это тоже имеет значение вы знаете реально этот мужчина который умер моется в 2016 году он что-то знал лишь о нашем мире на мироустройстве смотрите египетские на книге знаний как я себе думаю ладно это все может быть мои фантазии не фантазии точно вот маура торгует вот этими бокалами вот такие у него я не знаю почему я сейчас у меня черные если бы выбрала черные красивая лампа торшер лампа настольная там сказать что символ мурану галу 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 это петух я вас спрашиваю почему петух важность везде вода и они не могут мне объяснить почему и пришла уже женщина свекров этой девочки а море таки надо не знал а вот тизаж тема ведь она о том же тем но друзья уже и темно